Меня не было совсем немного, но уже я с обновками хочу тебе показать всё. Я неплохо так подработал в последнее время, но ты в курсе. И я сделал небольшой тюнинг своей красотки, своей ласточки. Меня ждёт новая работа. Сейчас я поеду. Мне звонила работодатель, так сказать. И она хотела, чтобы я подъехал в бункер. И какая-то работа там намечается. Надо с чем-то помочь. Какое-то сырьё там, оружие. То есть я немножечко, вот сейчас был в мастерской, затюнинговал свою машину. Но чуть-чуть, потому что денег мало и надо на квартиру оставить. Ну и наверное сегодня или завтра, ну скорее всего завтра я буду переезжать. Куплю себе новую квартиру, эту продам. Там правда за полцены, как мне риэлтор сказал. Но я её продам и куплю себе новые апартаменты. Наконец-то нормальные, полноценные. Ну мне правда и моя квартирка нравилась. Ну хочется чего-то такого, что нужно, что больше пригодится. Чего-то побольше и посветлее. Я в принципе уже присмотрелся. Неплохой вариант. И я думаю мне хватит денег. С этой продажи я получу кое-что там, какой-то процент. И плюс ещё что-то новенькое получу уже непосредственно потом. Так, когда куплю? Так, ну что ж, пошли. Сейчас узнаем, что нас там ждёт, что за работа. Здравствуйте. Как поживаете? Вы меня звали? Здравствуй. Уже на ты перешли. Но можно и на ты, в принципе, я не против. Так, зачем звали? Рассказывайте. Так, сегодня нам надо пополнить бункер сырьём. Хорошо, без проблем. Так, это ваше производство. Угу, хорошо. Ну что, я в принципе готов. Почему бы и нет. Неплохо выглядите сегодня. Ну, немного, я думаю, комплиментов не помешает. Так, ну что ж, идём тогда. Будем работать, я думаю. Так, вот тут какой-то сидит чувак в телефоне. Чувак, ты чё ты сидишь-то работай? Так, по нашим данным, на борту грузового корабля находится большая партия оружия. Хорошо, без проблем. Поехали. Так вот, что это за Агент-14. Я ещё в прошлый раз узнал, когда мы заказы делали, то, что Агент-14, это оказывается человек, который торгует ВЛС-оружием. Ах, значит, блин, вот эта бронированная машина, конечно, мне её очень советовали. И, конечно же, надо будет как-то на неё накопить. Она стоит вроде как 525 тысяч. И я надеюсь, что когда-нибудь она у меня будет. Мне вообще говорили, что это очень хорошая машина для разных дел, для ограблений, для всяких заданий, для всяких там заказов. Да, не иначе, блин. Так, а что это вообще за тип Агент-14 норм парень-то вообще? Вот интересно. Потому что я с ним не знаком, в принципе. Это она с ним работает? Хотелось бы узнать помощника. А-а-а, вон оно что, понятно. А то я думаю, что это за человек. Он какой-то постоянно пишет, спамит. Так, как я понимаю, мы приехали в порт. Так, теперь важно действовать аккуратно. Попытайтесь прокраситься. Да, вот вам и аккуратно. Да, как их много. Ах, я, наверное, пойду. Ох ты, как опасно-то здесь ходить-то. Там еще вертолеты летают. Ой, гребаная говно. А-а-а, получил. Ну и блин, я прям набираюсь опыта. Я вообще на рожон особо лезть не буду, потому что что-то мне кажется, что это плохая идея есть. Я думаю, где-нибудь спрячусь, если уж совсем плохо будет дело. Ох, так, надо помогать своему боссу. Что-то здесь как-то... Так, хорошо, пойдем за ней. Наверняка она в курсе, что здесь и как. Так, здесь будет какое-нибудь сопротивление или нет? Отлично, вы нашли сырье. Не смог найти сразу. Так, все, забираем груз, уходим. Я думаю, лучший вариант это куда-то свалить отсюда. Нам надо довести теперь этот груз до бункера, я так понимаю. Так, хорошо. Уезжаем тогда. Раз говорят сваливать, так сваливать. Наше дело небольшое. О-о-о-о, проблема, проблема. О-о-о-о. Офигеть. Теперь еще от преследования уходить. Ехать нам недалеко, в принципе, так что, я думаю, справимся. Плюс машина бронированная, она реально бронированная. То есть, это не фантастика. Но, тем не менее, мы справились. Заезжаем. Да. Прямо на машине. Так, людям сухо будет чем заняться. Так, ну что ж, теперь это... Я смотрю, мне 4,5 тысячи заплатило на счет. Вот, мало сырья. Так, давайте еще раз мало. Я понимаю, что мало. Вот я вижу по показателям, что еще меньше половины. Пока сейчас наш босс будет там что-то решать. Я, наверное, успею попить воды. Чуть-чуть оклематься после прошлого. Все, короче. Едем за сырьем. Ну как, это, конечно, не такая, скажем, напряженная, эпичная работа, как была у нас, когда мы выполняли заказы наших боссов. И, ну не боссов, а, как сказать, заказчиков. Вот сюда. Наверное, я поведу, да? Мне кажется, эта работа мне подойдет. Так. Хорошо есть, как скажете. Ой, копы за нами. Это плохо. Это не может сильно радовать нас, потому что нам нужно тогда уходить от копов. Да, подкупные власти, это, конечно, мало приятного. Ничего, мы их объедем сейчас и как-нибудь скроемся, я думаю. Мне кажется, то, что сможем уйти. И на кроняк можно в бункере спрятаться, я думаю. Ах, нормально, нормально все вроде. От копов мы отделались. Это уже замечательно. Вот мы и приехали. Все обошлось, доставили. Все. Так, выезжаем в это нутро. Значит, судя по всему, нам нужно еще доставить один груз. Ну, еще раз съездить куда-то. Так, как раз то, что нужно лабораториям. Хорошо. Некоторые из них настоящие подонки. Разберитесь с этими парнями, я облегчу вам доставку сырья. Так, я вижу несколько конкурентов у нас вообще, судя по радару. Хорошо, чтобы дал координаты. Ну, как скажете, без проблем. Я считаю, что надо переходить на личную связь, потому что плохая идея вот так вот общаться на общей связи. Поэтому могут быть проблемы, нам могут помешать с доставкой. И это не есть хорошо. Ох, нифига здесь народа. Вот это, да. Хорошо, что машина бронированная, потому что это же ужас. Это же вообще ужас будет. Если вот так вот воевать со всеми. Блин. Вот. Мы вроде как делаем то, что от нас причитается. То, что нужно, мы вроде делаем. Так, все. Уничтожаем груз. Так, все. Можно выходить, наверное, и уничтожать коробки все эти. О. Хорошо. Хорошо. Я все сделал так, как и надо было. Так. О. Там еще один вертолет, да? О. Все. Мы, в принципе, справились, я думаю. Я так понимаю, теперь нам нужно забрать непосредственно груз, довести его до бункера. Это будет последняя поставка, я так понимаю. А далее, наверное, уже темнеет. Наверное, уже ничего не будет. Ремонт тачки выйдет в круглую сумму. Да. Так. Мы сейчас подверглись серьезному обстрелу, кстати. И это довольно-таки печально. Конкуренты, блин, пытаются нас обломать, конечно, с грузом. Но мы вроде пока едем. Вот меня босс пытается подталкивать, чтобы я как-то набрал скорость. Но пока... Пока непонятно, что с этим будет, да, вообще. Да, давай, давай. Немного осталось, в принципе, доехать. Блин, она еле едет. Это же вообще жопа. Придется как-то ломать забор и ехать на срез. Вот. Есть. Так, ну что, от меня требуется еще что-нибудь? Угу. Интересно узнать. Так, я нашла покупателя в Лос-Антосе. Помогите мне доставить товар туда. Хорошо, без проблем. Так, значит, сейчас мы будем продавать партию оружия, я так понимаю. Ну, пусть тогда договаривается. Будем продавать. Сделаем, что нужно. Этот груз мы прячем. Берите баги и отправляйтесь к меткам. Так, сядьте в другой баги. А тут еще их и несколько, что ли? Нифига. Вот это, походу, будет заданица-то не из легких. Это нам надо сейчас проехаться по всем точкам, я так понимаю, и скинуть товар. О, нифига себе задание. Хм, что-то это хорошо, что вы есть, а то два баги доставлять неудобно было бы. Да, 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 я понимаю. Да, это я уж... Хм, вижу-вижу, как ясный день. Так, ну что ж, надо тогда будет что-то делать с этим, я не знаю. Там же, наверное, враги будут какие-то проблемы, кто-то будет мешать нам. Ну, как всегда и бывает. Как-то быстро все делать. То есть, быстро привез, быстро сбросил, быстро ушел. Мне кажется, это лучший вариант. Потому что баги, он не защищен, в принципе, стрелять здесь некому, мы двое на разных. Поэтому, конечно, придется тяжеловато с этим. И времени плюс еще в обрез. Так, груз сброшен, едем дальше. Я поеду тогда за боссом. Там груз видно. Неплохо было сделано. В принципе. Так, это у нас метро, да? Или это просто тоннель? Блин, точек много еще, а мы толком ничего и не сделали. Это плохо, конечно. Так, вторая точка должна быть где-то здесь, я так понимаю. Надо до нее добраться. Так, сбрасываем второй груз. Так, едем отсюда. Куда-то дальше. Посмотрим, куда. Блин, времени так много остается. Потому что после этого времени нас вообще-то, да, это... потеряют, я думаю. Время не ждет. Да, да, я согласен с вами. Мы все цело согласен с вами. Так что надо делать. Тут враги-то не особо такие сильные. Прям я смотрю, чтобы нам прям помешать конкретно. Но... Тоже надо быть осторожнее. А нам еще нужно, ой, как... Да, доставить сколько. Ладно. Будем пытаться успеть. Что хватит. Так, осталось еще два места, куда надо попасть. Хорошо, что машинки быстрые, конечно. Никаких проблем с ними нету. Но вы долго возитесь. А что нам поделать-то? Да, конечно, молодец. Сидишь там у себя где-то в офисе, там и не паришься. А тут люди работают как-никак. Так, GPS включился. Хорошо, хоть что-то он там делает. Хоть GPS нам включает. Ох, я успел прям. Сейчас бы локомотив поехал, а пришлось бы стоять ждать. Пока вроде никто нас не преследует. Все хорошо. Сейчас последнее место и можно будет уже, наверное, что-то делать. О! Ох, слава богу, покиньте сектор. Нам нужно срочно свалить подальше. И тогда все будет хорошо, деньги нам перечислить. Ого, щедро с вашей стороны. Аж 35 штук. Офига себе. Рон. А, это тот, который про Тревора что-то говорил. Я пока не буду отвечать. Мне сейчас не до этого. Я занят пока. Довезет меня до дома. И, в принципе, можно отдыхать. А завтра, я думаю, мы уже будем покупать квартиру. Такси. О, на такси поедем. Давно я на такси не ездил. Реально. О, на такси прокатимся. Давно не ездили уже. Да, да, поторопил, поторопил. Не едем. Надо отметить это дело, да? Правда, у меня кроме пива ничего нету. Но, я думаю, это неплохой вариант. Эх, ладно. Думаю, поотмечаем еще. Сейчас приедем и будет все хорошо. А завтра будет новый день. Посмотрим, что получится. А сейчас отдыхать, веселиться. И отмечать наше хорошее дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова